Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Увесь керуючий состав уже мает опыт работы в выборчих кампаниях. Так само члены областной комиссии затвердили план и режим ее працы. Инфоцентр по проведению выборов депутатов у Палаты Прастоуникова будет працевать штоденна у будинку Гомельского облывыконкама, кабинет 212. По будних днях с 10 до 19 годин с перапынком на обед, а по выходных с 10 до 14. За каждым членом областной комиссии замоцеваны конкретные выборчие округи. Усяго нагадаем, их у регионе 17 и у каждой есть свои округовые комиссии. Яны у гэтая дни так само проводят посяджения с выборами керуючего составу. Все лето до речи поширены полномодства округовых комиссий. Роли аж областной у першую чергу заключается у контролей и координации проведения выборов. Функции областной избирательной комиссии закреплены соответственно избирательным кодексом. Это прежде всего организация подготовки и проведения выборов депутатов Палаты представителей на территории области. Распределение финансовых средств, которые будут выделяться центральной избирательной комиссией на подготовку и проведение. Это контроль за соблюдением законодательства на территории области избирательной. Это и равность возможностей для каждого кандидата в депутаты. Сегодня у Гомельским Державным Техническим Университетом Сухого отбылась встреча студентской молодости с делегатами 5-го Усебелорусского Народного Схода. Почас мероприемства увага была нададена переважно державной политике развития нашей страны на ближайшую пятигодку. Почас встречи в большинстве своей обмерковывались вопросы, связанные с вытворчивостью и сучасными технологиями. Утим лику засвоение в этих сферах нового опыта и развития новых галин. И это не случайно, потому что присутные студенты, молодые специалисты, которым уже в ближайшее будущее не нужно будет применять сучасные технические распространения в вытворчестве. До того же, почас встречи были обмеркованы вопросы социальной политики, а также миротворческие деятельности нашей страны. У приватности межконфессийного и межрелигийного разумения, у относенных до инших национальностей. У целых галонной идеи мероприемства, якую с трибуны мкнулись до нести до молодых делегатов, это то, что махчимость жить у мощной и квитнейшей Беларуси залежит от каждого из нас. Якосно працовать, вести здоровый от життя и щиро любит свою краину. Галонные складники росквиту нашей державы. Хотелось показать, что сегодня необходимо вкладывать в так называемые нематериальные активы, вкладывать сегодня в человеческий ресурс, вкладывать сегодня в интеллект. И это действительно звучало лейтмотивом. Лейтмотив – это наш гражданин, человек, его благополучие, его благосостояние, его безопасность и его возможность для реализации. Наверное, это самое основное, что сегодня у нас есть. И то, что, наверное, в основе всего положено, в том числе и нашего недавнего крупного, очень высокого форума, который прошел в городе Минске, пятого Всебелорусского народного собрания. У высшейших научальных установок Гомельской области уносят коррективы в учебные планы и разглядают варианты больше тесного супрациониста с предприемствами. Необходность удосконаливания национальной системы эдукации выклика над долучением Беларуси до балонского процесса и необходностью выполнения решений, принятых на пятом Всебелорусском народном сходе. Якой повинна быть айчинная высшейшая школа? Отказ на питание шука у Олег Синсерову. Удосконаливание системы национальной эдукации в ответственности с потребованиями инновационной экономики, именно такая задача поставлена перед галиной на пятом Всебелорусском народном сходе. На практицах это значит, что высшейшие научальные установы повинны больше тесно сопротивляться с вытворчестью и рекомендовать специалистов, которые способны вырабатывать любой конкурентно-здольный продукт. Гомельский Державный Ганглевый Экономичный Университет с Пожирецкой кооперацией сегодня користается популярностью не только сирот белорусской молоди, сирот студентов установы, представники Азербайджана, Молдовы, России, Туркменистана, Турции, Украины. У администрации Пиракананы студентов привабливают перш за всю якость эдукации. Трежь информационные технологии в учебном процессе, которые на протягу пяти годов должны заявиться во всех высшейших научных установках в Беларуси, у Гомеля уже реальность. А вот в очередь сдавать экзамены тут можно дистанционно, для чего в Ганглево-Экономичном набыли ответные обслуживания и зарабили специальные кабинеты. Здесь преподаватели могут общаться со студентами, которые находятся удаленно от них, и отвечать в режиме реального времени на вопросы студентов. Вся необходимая информация находится на сайте дистанционного обучения, там находятся все электронные курсы, материалы, и в течение семестра студент их изучает. Одна из проблем сучастной белорусской высшейшей школы – одарванность от реальных клопотов вытворцев. Усе студенты проходят на предприемство к практику, а ли часто она первоутворяется у звучайное обавление часу. Шматы, какие керуньки лечить за лепши, обыходятся без допомоги навод практически дипломованных специалистов, не то, что студенту первых курсов. Такие относены, тлумачиваются разными причинами, а ли у любым выпадку, гэта неаким чином не спрыяя подрывсовцы высококвалифицированных кадров. Гэтае пытание так само обмерковывался на пятом усебелорусским народном сходе. Это возможно создание научных производственных кластеров, когда университет использует базу организации предприятий для проведения практики студентов, и когда научные разработки внедряются на этом предприятии. Причем создание научного продукта – это результат совместный и ученых вузовских, и работников реального сектора экономики. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Инвестиции, инновации, поддержка Таліна Вітаймолодзі и здоровый лад життя. Об этом подиага ворка у черговым эфиры диалога. У студии на питание ведущего будет отказывать депутат Палаты представников Национального Сходу Республики Беларусь Алла Навумчик. Галунной темой программы станет питание поляпшения системы эдукации подрихтовки специалистов высокого озроюнью УВНУ Гомельской области. Программа выйдет у эфир завтра на телеканале «Беларусь-3» у 18.50 хвилин. Свои питания вы можете задать поталефоновавши по номеру промога эфиру Гомели 77 68 45. Каб скоротить колькасть беспрацовных, у Гомели укораняется практика проведення дзен предприемства. Яны будуть проходить на базе управления по праце, занятости и социальной обороне и закликаны допомогчи працуладковаться часова непрацуючим. Заполнение анкет, презентации працонных местцев и пропануемая зарплата. Дни предприемства повинны ознайомить беспрацовных с попытом на специалистов на конкретных предприемствах. Як чекается такая практика, дозволить знизить напруженность на рынку працы. Что тыжится огольной ситуации, то по словах керавництва управления по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвы Конкама, за опошний месяц узровень беспрацовья по областным центры знизился на 0,1%, и зараз складая 1,1%. Это малю двоя меньш доведенного прогнозного показчика. За пераджением графику у Гомели так само выконывается задание по створению на предприемствах усих формов уластности новых працовных мест САУ. Мы можем также констатировать тот факт, что доведено правительственным задание по городу по созданию рабочих мест на действующих предприятиях будет перекрыто в два раза. Доводилось оно на первое полгода, но уже по итогам пяти месяцев оно перекрыто более чем на 300 мест. На Гомельщине развиваются молодежные бизнес-инициативы. Предпринимальные юнаки-дзяучаты и мкнутся не просто заработать гроши, а разнастаять экономику новыми накерунками. Например, студенты из Белорусского дзержа университета транспорта придумали проект по створению эксклюзивных моделей у велосипедов. Оценила вела новинки и наш корреспондент Марина Северьянова. Велоспорта в последний час становится все больше привабным способом здорового отпочинка. Например, я отримываю великое задовольнение навод от езды на звычайном велосипеде. Ну а иметь эксклюзивный вариант просто мара. От трех миллионов рублей до трех тысяч долларов, как кажут сами авторы проекта, на любой густ и достаток. Юнаки могут собрать велосипед как для удельников спортивных гонок, так и, например, просто для вельми высоких людей. Каким складано подобрать велосипед в магазине альбо на рынку. Транспорт могут оснастить руховиком и аккумулятором. Отримается электричный велосипед. Вот таки собрал себе Яуген. Здесь есть аккумуляторная батарея, собственно, само мотор по лесу, то есть вот мотор, который заспецован в обод. По контролеру управления, ну и также управление на руле, всем этим делом. В чем преимущество таких велосипедов? Так это в том, что в городе очень удобно, например, людям, едущим на работу, то есть с утра передвигаться, вы не тратите на это очень много энергии. То есть получается так, что вы не потеете, приезжаете на работу или на учебу на легке, то есть основную работу выполняет электромотор. При этом вы можете помогать педалями. А если даже аккумулятор разрядится, то можете спокойно доехать на педалях. Для юнаков сборка эксклюзивных велосипедов покульт только хобби. Кабы развить свой бизнес, треба коляд 4 тысяч долларов. Хлопцы марать заробить необходный стартовый капитал и в ближайшие годы засновать вытворчасть. Для этого потребны цех, склад комплектующих, готовые модели. Люди, которые ведут толку бизнеса, кажут, что проект перспективный, неординарный и обовязково знайдит свою нишу. В Гобеле, ну и вообще в принципе в Беларуси, люди пытаются выделиться. У нас идет такая тенденция, что все мы хотим быть особенными. И ребята пошли правильным путем, когда сказали о том, что мы не хотим делать велосипеды так, как делают все, чтобы они были стандартные. Мы готовы идти за потребителем, ставить под его запрос, под его желание. И также в их категорию попадут люди, у которых есть либо избыточный вес, либо какие-то проблемы другого характера. Также очень высокие люди, которые не могут себе подобрать велосипеды по стандартной, из-за того, что у них есть какие-то вопросы по здоровью. Это будет тоже их миша, поэтому проект реализуемый и вполне может иметь все варианты на жизнь. С этим проектом веломеханики уже приняли удел в чемпионате молодцю предпринимательства, где отримали высокую оценку жюри. Дея сирот веломатра у Гомеля уже есть шматых, кто марит об двухколом транспорте с индивидуальным характером. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телеродокомпания «Гомель». Выратуем водителям от спякоты. Акция под такой назвой пройшла сегодня у Гомели. Надзвучай к теплой надворье, якое усталевалося на Гомельщине у опошние дни, адлюстровывается на дорожной ситуации. У этой горячей дни супрационники да и супольно с Гомельской областной организацией «Червоного крыжа» и страховой компанией вырошили провести специальное мероприемство. Акция проходила в самом сердце областного центра на площади Мяленина. Инспекторы дорожно-патрульной службы испыняли машины и текавилися самочуванием водителям, их пассажиров. Разом со специалистами организации «Червоного крыжа» нагадывали аутоматорам, как побегнуть аварийных ситуаций. Жадающим вымирали артериальный тиск, а кожный водитель отрымливал пятную воду и информационные материалы по оказанию первой допомоги. Госавтоинспекция, конечно, еще раз напоминает планировать дальние поездки, запасаться холодной питьевой водой и, конечно же, планировать в часы либо после захода солнца, либо ранним утром. Не совершать необдуманных действий, соблюдать, конечно, скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, ну и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения, при этом сохраняя жизнь себе и своим пассажирам. Речицкий эколого-культурный центр починает реализацию проекта у накерованных на экологичное выхование детей, причем для проведения акций супрационники центра будут выезжать непосредственно у дошкольные установы. Эколого-культурный центр у Речицы дейничает уже маль 8 годов и за этот час стал вядомый не только на Гомельщине. У адрознений от музейных установ тут не только демонструются экспонаты, али проводят работу по экологичным выхованне перш за все молоди. У приватности при центре дейничают два аматорские объединения и мультимедийная студия, у якой займаются неполнолетние, а так само проводятся театрализованные представления. Наступным кроком экологичного выхования тут повинны стать выезды в детячие сады с организацией гульнявых пляцовок. Пакуль такие акции ожитивляются только на территории Речицкого района, али в перспективе их плануется расповсюдзить на всю Гомельскую область. Гэты, а так само іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен и у студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры.